Всем привет! Здравствуйте! Я Олеся. Я Владимир. Сегодня мы продолжаем рассказывать нашу историю переезда в Турцию. Итак, первый день в Стамбуле. Мы позавтракали остатками булочек и масла с узбекских авиалиний. Сделали ННМ онлайн. Вот здесь вот посмотрите видео, как оно делается. Вскрыли один чемодан, второй ставили нетронутым. Он так надежно был запакован. Ведь мы во временном жилье и нам еще переезжать. Не хотелось такой чудный чемодан ворошить. Оделись в то, что нашли в одном из чемоданов. По нескольку колт на себя, двое носков, тряпочные кеды, папишоны на голову. Напомню, что в тот момент в Стамбуле всего плюс семь и идет то дождь, то снег. Натянули на свои лица улыбку. Если в горле ком, а на лице улыбка, то мозг обманывается и посылает всему организму сигналы, что вроде бы не все так плохо и через какое-то время ты даже на человека становишься похожим. Вот выходим в город из холодной берлони. Полт и дождь. По обоим сторонам улочки люди живут своей жизнью. Вот группка пожилых мужчин, расслабившись в кафе «Ютчай». А вон компания молодежи курит и громко хохочет. А вот продавец в лавке зазывает, что-то выкрикивает. И все они будто ненастоящие, как из другой реальности. И это мы, не из той реальности. Идем вперед, куда ноги несут. Попали на одну из оживленных улиц такси. Там фанаты, обвязав себя шарфами футбольных клубов, выкрикивают кричалки болельщиков. Шум, гам, толпы людей ходят туда-сюда. Череда бутиков одежды, косметики, ресторанов. Значок платежной системы «Мир» замазан. Всю дорогу внутри нас живет страх. Я стесняюсь говорить на родном языке, после всем известных за мной. Вова говорит на своем родном языке. В общем, в России он говорил на русском только из-за меня, так как я не все слова понимаю на его языке. Так, нам необходимы местные деньги. Для этого нужно найти обмени. Потом выбрать оператора связи и купить семка. Мы решили пойти в сторону египетского рынка, так как слышали, что именно там сконцентрировано все и сразу. По пути мы встречали кошек и котов разных цветов. Останавливались возле каждого. Мы очень любим животных и готовы каждого из них забрать к себе домой. От общения с ними развивается спокойствие. И на время ты выпадаешь из той стюреристичной реальности, в которую нас без нашего согласия поместили. И вот мы набрели на огромный уличный рынок. Народу не протолкнуться. Уличные торговцы звонко называют покупателей, предлагая свой товар. В другое время я бы потащила Вову разглядывать эти заморские декорные. Но сейчас все выглядит бесцветным и больше не нужно. Нашли обменник. И вот мы с Лерами. Можно искать салон связи. Прошлись по рынку в поисках нужной нам вывески. И ура! Салон Тюрк 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 Телеком перед нами. Мы говорим немного на английском и чуть лучше его понимаем. Турецкий язык слышится совсем чужеродным и каждое слово как торобачье. А консультант в салоне связи знает английский еще хуже нашего. Мы объяснили с ним, что от него хотим, используя яндекс-переводчик. Он, кстати, работает оффлайн и вполне сносно переводит на английский и турецкий. Так что имейте это в виду. Тюрк жестом показал, что понял вас и попросил Вовин паспорт, приступив к оформлению. Он пригласил меня за стойку, дал мне табличку, заранее заготовленную с тарифами для иностранцев, так называемый тестевой тариф, который немного отличается от местных тарифов по стоимости. Приступил к оформлению, только увидел у меня имя, паспорт и Владимир, сразу же поступил Путин. Ну, я сначала не придал этому никакого значения, потом он дальше уже пошел по анкете, дошел до имени отца, когда я сказал снова Владимир, он начал щепущий прежнего хохотать и шутить. Владимир Путин показывает жестами, звуками, показывает взрывы. Я скорчил лицо недовольное, показывая, что мне это не очень понравилось, такие шутки. Затем он дошел до национальности и слышал, что я украинец, он понял, почему я так корчился. И выразил свое сожаление по поводу сложившейся ситуации, все так вот извинялся, показывал, что очень грустно все. Нам очень трудно принимать сочувствие здесь от людей. Мы испытываем очень смешанные чувства, так как сложно это делать, имея гражданство Российской Федерации. Кстати, здесь в Турции обычно спрашивают меня, откуда вы, а кто ты, имея в виду, какой вы национальности. Например, я турок, а ты? Или я раб, а ты? Даже в документах у них графы разделены национальности и гражданство. Для них это не имеет значения. В этот день агрессии в сторону наших красных паспортов мы не встретили. Хотя была такая настороженность после массивной пропаганды в России, якобы повсеместной русофобии во всем мире. Так мы попрощались с турком и обзавелись местной связью мобильного оператора Тюртелеком. После чего побрели до нашего временного дома пешком, прогуливаясь по турецким улочкам, наполненным живым шумом. В районе нашего проживания ходили туда-сюда в поисках продуктового магазина, чтобы сообразить что-то на ужин. Эти поиски заняли у нас немало времени, так как район туристический и привычных супермаркетов днем с огнем не сыщешь. Попадались лишь мелкие вечерки, как мы их называем, где крайне скромный ассортимент продукции. А на улице, между тем, дождь и смеркается, и шаверму за 25 лет очень нам не хочется. Магазины, отмеченные на карте Google, все и есть вечерки. Мы стали обращаться к прохожим за помощью, указать нам хоть какой нормальный супермаркет. Наткнулись на русскоговорящую девушку, которая указала нам на очередную вечерку. Где они тут скупаются, черт знает, мы так и не разобрались. Но кто вещи, тот найдет. Мы с годными продуктами. Картошка, помидоры, огурцы, сосиски. И вот мы дома. Хм, дома. Странно, конечно, звучит. Но сейчас все странно. Надо привыкать. Квартира, кстати, благодаря обогревателям уже сносно прогрелась. И даже стала уютнее. Мы на ужин сделали ближе к привычному, по-домашнему, картошечку, сосиски, овощи и ютуб. Где все тот же макабр. Я вроде даже весь день сдерживала свой ком, но здесь дала волю чувства. Сосиска в рот, а из глаз слезы. Ты стала привычным состоянием. Я не запрещаю себе пореветь, когда никто не видит. Вова рядом, понимающий принимает мои страдания. Спасибо тебе за это. Пора спать. Завтра должен, быть должен, настать новый день. В следующем видео мы расскажем вам про мобильных операторов. Как вы выбраете, на что обратить внимание. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы ничего нового не пропустить. Всем пока. Пока-пока. Пошли на египетский рынок. Купили сим-карту. Слышим корейбом английским. У чувака тоже там был плохой английский, я вам сказал. Но мы друг друга смогли понять. Я так полагаю, что люди, которые хорошо знают английский, плохо понимают тех, кто плохо знает английский. А тех, кто плохо знает английский, понимают тех, кто плохо знает английский. А теперь мы идем поискать, что-нибудь пожрать. Пишем.